Арена Львов, наверное, ее сегодня содержание стоимости не устраивает футбольный клуб Карпаты. И плюс они провели ряд неудачных игр, которые не отнеслись, что это не фартовое. И сегодня, как бы, ну, хотя сегодня возобновились переговоры о том, что они перейдут туда. И, конечно, там удобно. Именно для зрителя удобно, удобно для футболиста. Но футбольная, во-первых, есть какая-то инфраструктура, и такие стадионы должны быть. Инфраструктура – это что? Допустим, мы говорим в той же Хорватии, Динамо, Загород. У них старенький стадион, они его потихоньку реконструируют, но у них вокруг стадиона инфраструктура. Тренировочные поля, детские всевозможные секции. И вот это есть инфраструктура. А у нас построили стадион, это же не есть инфраструктура. Я, когда приехал на этот стадион, и нам же пообещали, что будут на английском говорить, и иностранные граждане подходят к милиционеру, и на английском – зараз, на лево, на право, understand. Вот так. Поэтому мы все так делаем. То есть мы сделали стадион, а кому он будет принадлежать, никто не understand совершенно. И кто будет на нем играть? Может, нужно было снести старый и на этом месте построить, потому что это удобно болельщикам. Мы не думаем. Мы построили олимпийский, да, он есть, а тренировочная база. Все выносим за город и так далее, и так далее. Дети должны, чтобы воспитывать дух и патриотизм, да, к которому мы сегодня, когда нет денег, мы к нему относимся. Когда есть деньги, мы платим в два раза больше за все. А когда нет, мы к патриотизму. Но он же должен вокруг нас быть, во дворе, вокруг стадиона, вокруг клуба и так далее, и так далее. А сегодня, допустим, Динамо-школа, на конче заспе они тренируются. Да, забирают маршрутки, но в основном родители на машинах. Нет машины, сложнее доехать. Поэтому играют дети уже, которые любят футбол больше их родителей, чем, наверное, они.